Привет, зритель! Очередной пьюдарок! Ну, вообще выиграла в приложении Китфорд от Китфорд! Тот чайник, что мне пришёл за обзор медленной наварки, я решила отдать близкому родственнику выдры, потому что, ну, вот поняла, что им он нужен. Они согласились. Я в ближайшие дни его повезу обратно. Ну, в смысле, туда повезу. Короче, чайник. Сначала тебе будет распаковочка такая. А потом уже будет таз-драйв. Я считаю, что это чайник, подарок отличный для чаймана. Тут мне выпадает сразу листочек такой. Электронная гарантийная поддержка в фирменном приложении Китфорд, которое юзается даже на Хуавеях. Я вот там уже зарегала свои продукты, что покупала, в том числе медленной наварки, которую для бабушки брала. Как получить электронную гарантию на товар? Скачайте приложение по QR-коду на лицевой стороне заристовки. Скачивайте уже. Скачивайте. Для этого наведите на него камеру своего телефона и перейдите по отображенной ссылке. Добавьте свой товар в приложении, сканируйте QR-код с чека. Если QR-код на чеке отсутствует, его можно запросить у магазина, в котором был приобретен товар в электронном виде. После добавления товара вы получите электронную гарантию, которой можно воспользоваться в случае неисправности техники в любом авторизированном сервисном центре Китфорд. Чем полезна онлайн-поддержка? Подскажет характеристики товара, поможет разобраться, ответить на любые вопросы. Работа 24 на 7. Как участвовать в розыгрыше приложений? Зарегистрировав товар, вы получаете возможность участвовать в розыгрышах техники Китфорд. Вам нужно будет лишь подтвердить участие в день розыгрыша в приложении. Чтобы увеличить шансы на выигрыш, вы можете зарабатывать дополнительные баллы, добавляя новый товар, вставляя отзывы, фотографии или обзоры купленной техники. Количество участия в розыгрыше не ограничено. Ну и бла-бла-бла-бла-бла. Можешь нажать на паузу и прочитать. Бумажка. Так, что я тут? Открываю, а света ведь даже и не видишь. Физоленький, однако. Он вообще, когда я его видела до этого давно на картинках, Китфорд вообще на сайте как-то лазала, думала, что мне надо из техники. Когда я еще не поняла, что мне надо, допустим, утюг. Или что мне надо, допустим, в эту самую кофемолку. Видела этот чайник, я думала, он газовый, ну для газовой плиты, не электрический, потому что он так интересно выглядит, чем вот эта подставочка. Небольшой такой шнур. Тут можно этот шнур убрать, если вдруг тебе что-то захочется. Ну, уберешь его куда-нибудь, что место не занимал. Вот так оно достается. Сниматься. Эгегей, у меня тут этот магнитик, в утюге не было магнитиков, в пылесосе не было магнитиков, и чайница светная вообще. А вот в чайничке есть магнитик. Неплохо. Не знаю, есть у меня такой магнитик или нет, ну, в общем, будет. Если их хочешь зрителя, ставь в комментах запрос. Лёнька, обозри магнитики Кейтфорд. Они у меня на холодильнике торчат обычно. Инструкция по применению. Сайничек. Красный градиент называется. Сейчас ты поймёшь, зритель, почему я имела в виду. Думала, что это газовый чайничек. Ну, для газовой плиты. То бишь, не лепестерический. Так, как бы, это снять пакетик. Вот он. Смотри, зритель. Прикольный. Короче, у него тут есть термометр. На коробочке написано, что максимальное время кипения, ну, загревания воды, это 4 минуты. Тут он вкыл, вкыл, выкыл. На... Вообще, как бы, литр и 700 миллилитров. Ну, тут полтора литра и минимальное пол-литра. Крышечка. Мне так нравится. Крышечка. Там отдельно вынимающийся фильтр. При случае, при случае, можно помыть. Вот он. И, кстати, так интересно сделано. Ну, ручку-то не опустишь, поэтому, наверное, я, может, камеру внутрь заведу. И покажу тебе, как тут все устроено. Ну, очень клевый чайник. До щелчка. Все убралось. И там еще такие дырочки. Короче, как бы, и наливаются, и еще в фильтре оставляются. Очень клевый чайник. Вообще. Мечта чаямана, стопудово. Ибо тут же, как бы, температурный режим. Нужна какая-то вот температура определенная. Ну, видишь, что оно дошло уже до сюда. И можешь выключить его. Похоже ли я на матроски в этом плане? Короче, вот чайничек. Вот так он стоит. Ну, и потом мы с тобой, зритель, перейдем в кухонку. Я налив водички, вскипячу, и мы с тобой, наверное, заварим чайку. Поэтому не прощаюсь. А сейчас у нас уже день. Или очень позднее утро. Я частично нацедила из фильтра воды. Но тут немного ее еще. Ну, не полная, скажем так, вода. Не полный чайник воды. Поэтому я сейчас еще из кушино фильтрованной налью. У нас тут такой приличный ветерок. Балкон закрылся. Возможно, ты не очень видишь, зритель, но там на самом деле практически до верху. Вот то, что вот это вот. Одно темное, другое светлое. Одно до самой полосочки последней. Повернем к камере наш циферблатик. Температура тут, кстати, комнатная. Ну, по крайней мере, он до сих пор, я показываю, где-то 20 градусов. Включаем. Нажимаем. Вот он красным огоньком горит. А заварить я собираюсь японский чай Геммантя. Обзор на такой, не именно на такой чай, а чисто на Геммантю. У меня есть в плейлисте «Моя чайная коллекция» или «Моя коллекция чая», ну, примерно название. А обзор именно на этот чай тоже есть, возможно, о чая, чая о травах и цветах в плейлисте. А, возможно, в посылках, ну, там, поменяшках, либо подарки и дары верующих. В общем, японский чай в этом году обозревал это. Вот как раз мне где-то, может быть, в феврале или в конце января, точно не помню, пришло, наверное, где-то в феврале. Может быть, даже в начале марта. Короче, в этом году, в начале года, ты из Японии мне, приятель, прислал по моей просьбе. Мне очень нравится этот чай. Можно заваривать 90 градусов. Тут написано, что со льдом его заваривают. Со льдом делают вот 90 или 100 градусов. Мы с вами дождемся до 100 градусов. И, как бы, на коробочке сказано, что он целых 4 минуты будет греться. Пока можем, кстати, насыпать чайничек. Смотри-ка, он подает голос. И температура дошла до 60 градусов. Смотри, смотри, зритель, пока я тут его отворачивала. И смотрела ему на попку. Я совсем забыла, что мы же... Цель же нашего эксперимента показать тебе, зритель, что у него тут циферблатик будет съездить. Для меня самой интересно посмотреть. Давай эксперимента ради сейчас выключим. Нам, допустим, надо до 80 дойти. Есть же чай такой, что именно 80 градусов заваривать. Продолжение следует... Посмотри, я подняла. И оно выключилось. Оно перестало кипеть. Короче говоря, тебе нужна определенная температура воды. Снизу опускаешь наверх, поднимаешь, точнее, наверх. И оно перестает кипеть. Снимаешь чайник и пользуешь по назначению. Тут у нас как раз пока тут соображала. 85 градусов стало. Ну, давай уже чайничек. Давай мы тебя доведем до 100 градусов. И я заварю гемантю. Ну, давайте сразу начинает кипеть. В смысле греться, шуметь. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...